Приветствую вас! Я хотел бы ответить на первую часть вашего вопроса, который является как бы обращением, правда, непонятно к кому обращением, ибо здесь у нас вроде как профессионалы на сайте, вы задаете вопрос психологам, обращаетесь вы как бы к женщинам, не очень понятно, что происходит. Итак, как только мужчины не радуют своих женщин, произнося те или иные слова. Тут даже не сказать ничего. То есть, да, действительно радуют. Потому что женщины любят ушами. Да, приятно, но, но это его ассоциации к ней. Нет, не совсем так. Мужчина, каждый человек проявляет нежность и использует те или иные слова не из-за ассоциации, а именно из-за того, какие слова у него сопутствуют тем или иным чувствам и эмоциям. Как правило, мужчины, ну и вообще любой человек, используют слова не из-за ассоциации, уменьшительно из-за ассоциации, те, которые, ну вот, для него наиболее употребительны, для него наиболее близки, для него наиболее, как бы, на поверхности. И да, определенные ассоциации здесь есть. Например, если говорить золото, сокровище, это означает, что для него это ценность, для него это... что вы, ну, вы, в данном случае, для него представляете сцены, что вы для него представляете важность, он вам не даст расширить и так далее. Можно, конечно, пойти дальше и сказать, что, ну, может быть, кто-то более дорогой, да, более ценный. Ну, я полагаю, это уже из области экзистенции вопрос и не хотел бы на нем заострять внимание. Однозначно, однозначно, слова используются такие, какие мужчина употребляет. Которые, ну, наиболее, наиболее всего на слуху, скажем так. Ну вот. И какой-либо подтекст, контекст, искать там совершенно необязательно. Думаете, он ценит вас и понимает, что лучше и желать нечего? Это вопрос. Не обольщайтесь. Скорее всего, он ищет самые выгодные для себя позиции и в отношениях ваших тоже. Вот это вообще кому было адресовано, Юля? Это вы что? Это вы пытаетесь женщин научить, не знаю, какому-то опыту, как это только ваш опыт. И если мужчина с вами ищет выгодную позицию, как вы говорите, это ваша ответственность, это вы и так себя ставите. Это вы и так себя подаете, это у вас такая сценарная модель поведения, что мужчина с вами ищет выгодную позицию. В корне этого могут лежать бессознательные страхи, например, страх замужества, страх духовной близости, страх сближения и так далее. Сексуализация может быть, это как защитный механизм, который прикрывает обесценивание. Человек обесценивает себя, боится отношений, женщина обесценивает себя, боится отношений и отталкивает всех, и мужчин, и женщин своим засывающим поведением, например. Вот это ваш опыт, и это ваша ответственность в том, что мужчина ведет себя так. Так что не нужно искать виноватых, не нужно говорить, что это он виноват, что это он такой вот плохой ищет выгоду. Значит, вы не сделали так, чтобы он сделал ваши выгоды свои. А почему вы не сделали? Это уже вопрос к вам. Как вы строите отношения с мужчинами, какая вы женщина, что вы можете дать как женщина мужчине и так далее. А то, что вы делаете сейчас, это просто переносите ответственность, то есть складываете с себя ответственность и возлагаете ее на другого. Мол, вот ты другой виноват в том, что у нас с тобой, например, не получилось отношения, и я получил негативный опыт. Почему вы думаете, что этот негативный опыт получаете только вы, то есть не только вы, а все женщины? Для меня загадка. Это только ваш опыт, и не нужно его распространять на других. Я понимаю, вам, возможно, лучше было бы, если бы вы чувствовали себя не одинокой. Но у нас здесь, знаете, не клуб поддержки. У нас здесь работа, у нас здесь работают профессионалы. Я являюсь одним из них, коллега, который вам ответил, Игорь Летучий. На момент записи этого ответа единственный, кто вам ответил. Тоже профессионал. Мы не занимаемся поддержкой. Мы прорабатываем проблемы. Мы даем рекомендации, что делать человеку, чтобы не получалось так. Мы, например, можем дать рекомендации вам, как вам себя вести, чтобы так больше не было. Чтобы мужчина не искал с вами выгодные для себя позиции. Для этого нужно менять ваше поведение. Своё поведение нужно менять, а не мужчину искать другого, да? Для своих, ну, подходящего. Так можно очень долго искать, так можно очень продолжительное время искать и не найти. Понимаете? Что значит слово «любимка»? Ага, «любимка» это, знаете, что-то вроде, отношение к животному. Знаете, вот такой домашний питомец. То есть, мужчина не воспринимает женщину всерьёз. То есть, он её любит, может быть. Наверное, для него цена, может быть. Она ему дорога, может быть. Но он не воспринимает её, как равную себе. И ответ покроется в вашем тексте уменьшительно расскательное слово. То есть, он её приуменьшает. И вполне может быть, что это совершительная реакция мужчины на прочь, что женщина становится слишком значимой для него. А он этого не хочет. Он боится того, чтобы она становилась для него значимой. А вы про какое значение слово? Вот про какое значение? Про значение лексическое, психологическое и так далее. Понимаете, насчёт ассоциаций. Откуда вы знаете, что уменьшительно расскательные слова, которые использует мужчина, это его ассоциации? Откуда вы знаете? Откуда у вас такая уверенность в этом? У меня вообще сложилось такое ощущение, что вы вот просто решили поделиться своим наблюдением. Кстати, у вас наблюдение появилось, вы его как-то подкрепили чем-то и решили им поделиться. Только вы даёте это наблюдение за правду и ещё пытаетесь кого-то научить. Когда люди учат, это значит, что они пытаются как-то самоутвердиться, как-то реабилитироваться. Ну, согласитесь, это довольно распространённый тип реакции. Уверен, вы и сами с ним сталкивались не один раз. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok